Приветствую всех, друзья! В этом видеокурсе мы будем писать полноценное приложение, используя фреймворк VGS. Приложение будет по типу ToDoList, только для фильмов и для сериалов мы будем ввести учет времени, потраченного на просмотр, также категории для фильмов, для сериалов. По ходу дела добавим еще какой-нибудь функционал и свяжем это все с базой данных Firebase. Исходный код проекта я выложу полностью на гитхаб и также под каждым видеоуроком я буду давать ссылки на коммиты. Перед тем как приступим, друзья, поставьте этому видео лайк, это даст мне больше мотивации продолжать записывать, а не бросить все на середине. Чтобы полноценно развернуть наш проект, нам нужно будет воспользоваться таким инструментом как VueCLI. Для этого переходим в Google, пишем VueCLI, а по третьей ссылке переходим на репозиторий гитхаба, где находится VueCLI. Нужно перейти в ветку мастер, по умолчанию идет ветка dev. Переходим в ветку мастер и здесь описан полный процесс установки. Для этого нужно скачать Node.js, устанавливаем рекомендованную версию и дальше по окончанию установки в терминале вбиваем Node и флаг V, который укажет текущую версию. То есть версия будет 8.12 или какая версия будет на момент видео. Дальше нужно будет NPM, то есть сам пакетный менеджер. Делаем то же самое, он должен установиться вместе с нодой и версия будет либо такая же, либо выше. После чего устанавливаем глобально в VueCLI. Мне нужно будет прописать также права. Я по привычке почистил консоль, но сразу же после установки нужно будет перейти в папку с проектами. Здесь я просто на маке перетаскиваю проект. Перехожу в папку с проектами. То есть здесь это другие проекты, здесь у нас будет папка с проектом лежать. Для этого мы делаем Vue.init и здесь он нам в описании указывает то, что первым аргументом должен идти темплейт name, а вторым название проекта. То есть название проекта также будет аналогичная папка создастся. Для примера он пишет Vue.init.webpack и название проекта My Projects. Также из официальных темплейтов есть Vue.init.webpack, Vue.init.webpack.simple и далее до статичного HTML файла. Нам нужен будет Vue.init.webpack, поэтому так и пишем Vue.init.webpack и название проекта у меня будет фильм Лайберрии. Дальше у нас идет описание проекта. Первоначально он спрашивает название проекта. У нас будет фильм Лайберрии, просто жмем Enter. Description меня устроивает. AfterJack. Build тоже выбираем первое. Роутер нам нужен будет. ESLint это... Он отвечает за стилистику кода, чтобы все наше приложение было написано в одном стиле. Тут спрашивает, какой ESLint нужен. Нам нужен стандартный. Тесты нам не нужны. И использовать будем NPM. Как только проект скачался, он в принципе сам пишет, что нам нужно сделать. Нам нужно перейти в фильм Лайберрии. И дальше, перед тем, как запустить NPM RunDev, нам нужно проинициализировать проект. Это NPM I. Дальше уже можно запускать NPM RunDev. Итак, наш проект собрался и доступен по адресу localhost 8080. Копируем. Здесь нас встречает стартовая страница Vue.js. Также создалась папка FilmLibrary. И теперь я буду работать с VS кодом. Сейчас он у меня запустится. Я просто перекину сюда эту папку. И... Старую консоль. Вырублю. И точно так же запущу консоль здесь. Веду ту же самую команду NPM RunDev. Так, здесь у нас есть пакет JSON. Я сейчас сделаю на весь экран. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, хорошо ли виден данный шрифт. Или сделать его наоборот еще побольше. Так, пакет JSON. Он у нас идет. Все то, что мы указывали в начале проекта. Name. Версия. Description. Автор. Далее у нас идут ярлычки. То есть, точнее, команда. Команда Dev, которая поднимает нам сервер и запускает в режиме разработчика. Команда Start, которая идет ярлычком команды Dev. Lint, которая проверяет как раз таки наш код. На общую стилистику. И команда Build, которая собирает наш проект. Далее Dependencies, где у нас идут зависимости. Сейчас у нас две зависимости. Это View, своего текущей версии, и ViewRouter. Далее DevDependencies. Это наше рабочее окружение. Папочка Build и папочка Config. Здесь у нас идут настройки вебпака. Мы к них лазить не будем, ничего настроить не будем. Нас устраивает стандартный вебпак. Ничего там менять не будем. Далее идут настройки роутера, компоненты, файлик Index.js, где мы импортируем библиотеку View, импортируем роутер, импортируем наш компонент Hello World и также настройка роутера. На самом деле роутер нам не нужен пока что. Мы его в следующем уроке настроим. Также Hello World нам тоже не нужен. Из компонентов можно его также удалить. Ах, я сейчас удалю тут. Здесь точно так же все удаляем. Оставим только лишь H1 и напишем здесь Hello. И роутер тоже. Стили нам тоже не нужны. Посмотрим, что у нас получилось. Наш проект готов к настройке. И сейчас я предлагаю установить препроцессора. Для стилей я буду использовать препроцессор Stylos. Если вы будете использовать какой-то другой препроцессор, то просто меняйте название. И соответственно в пакетах, когда мы будем устанавливать, просто Stylos тоже меняйте на название. ССС, например. А для HTML я буду использовать шаблонизатор Pack. Он же раньше назывался Jay, потом его переименовали в Pack. Я более подробно остановлюсь чуть-чуть попозже. Объясню, почему именно он. Объясню, что именно будем мы от него использовать. А на Stylos мне просто больше нравится. Более лаконичный, более красивый. Если вы будете использовать что-то другое, я все-таки рекомендую в этом, по крайней мере в этом курсе, просто попробовать Stylos. Поскольку мы еще будем использовать некоторые библиотеки, которые будут так или иначе связаны со Stylos. Если мы сейчас это все сохраним, то нам вылезет куча ошибок. Потому что он не понимает, что вообще мы делаем, поскольку данных пакетов нет. Поэтому нужно все это остановить дело. И далее пишем NPM. SaveDev. Далее я установлю Pack. Pack Loader. И также Stylos. И Stylos. Loader. Так, как только наши пакеты установились, можно в принципе заново запустить UPM RunDev. Также наши пакеты все попали в Pack.JSON. То есть вот он Stylos. Stylos Loader. И также Pack Loader. И также нам в виппаках подхватил. Нам ничего не надо там прописывать. Он уже автоматически будет понимать, что мы будем использовать именно Pack. И что мы будем использовать именно Stylos. Так, как только проект собрался, я Слинт начал ругаться на лишнюю строчку в файле Index.js под номером 3. Все отлично. Так, что делаем дальше? А дальше я расскажу про Pack. Собственно говоря, мы будем использовать только синтаксис пага. А именно, данные строчки кода будут выглядеть примерно вот так вот. Точнее, не примерно, а именно так они будут выглядеть. Посмотрим. Ага, он будет у нас сразу же ошибку. В Vue.js нужен какой-то один класс, чтобы дальше иметь вложенные классы. То есть нельзя, чтобы в главном теплете было несколько классов. Нужно, чтобы был один, а в него уже вкладывают все остальные. В данном случае я буду использовать просто в раппе. Все, у нас все нормально. Также Vue.js дает нам возможность использовать и синтаксис простого HTML, и синтаксис пага. Я этого делать не рекомендую. Я рекомендую придерживаться только чего-то одного. Не надо использовать вообще HTML. Тем более то, что паг – это абсолютно легче простого. Я сейчас покажу документацию. Но мы не будем использовать ни что тут, ни фильтров, инклюдов, миксинов, наследовательности. Мы этого ничего использовать не будем, поскольку Vue.js это и так все дает. Мы будем использовать исключительно синтаксис. Также есть замечательный сервис HTML2Jade. По старому названию еще. Так вот, который конвертирует нам HTML код в синтаксис пага. Причем делает это все в реальном времени. То есть, как только он видит изменения в этой части кода, он автоматически релодит эту страницу. Также при конвертировании он будет спрашивать, что нужно, пробелы или таба. Он не даст, как бы компилятор не даст работать коду, где будут и пробелы, и табы одновременно. Поэтому нужно использовать либо пробелы, либо табы. Если вы используете VS код, есть возможность выбрать. То есть, спейсы будете использовать или табы. Во что ему конвертировать? Я выбрал все конвертировать в пробелы. То есть, вне зависимости от того, используешь табы или пробелы, он все конвертирует в пробелы и использует их. А весь код наставился. У нас будет выглядеть следующим образом. Так вот он примерно будет выглядеть. То есть, максимально минималистичен, без всяких кавычек и прочего. Ничего нету. То есть, точнее, двоеточие. При этом, даже если их поставить, то ошибки на компиляции никакой не будет. Он точно так же отработает, без проблем. И даже если копировать одно с другим, совмещать, тоже ничего не будет. И это, в принципе, нормально. Ничего страшного. Про преимущества оставилось. Я тоже не буду особо останавливаться. Я просто кину статью. Почему? Их надо использовать. Вместо того, чтобы пересказывать, можно будет просто прочитать. Вот и все, друзья. В следующем видеоуроке настроим роутер. Также настроим главную страницу, где опишем всю или, по крайней мере, большую часть логики нашего приложения. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Увидимся.